ПЕСНЯ 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 остается незамеченным. Просто и тихо вернулся к нам последний русский царь, государь-император Николай II, в образе святого и заступника небесного. Православный храм Николы в пыжах. Все спешат приложиться к новой святыне. В одеянии русских императоров Николай II принимает молитвенные просьбы своего народа. Он держит скипетр и державу, но уже не как царь земной, а как предстатель небесный. По Москве распространяются свидетельства. Икона чудотворная, источает мира, благоуханное масло. Приложившись к образу, мы ощутили тонкое благоухание, которое исходит от него. Настоятель храма, отец Александр Шоргунов, соглашается нам дать интервью и для продолжения съемок благословляет вынести образ на улицу. И тут происходит непостижимое. На наших глазах, в левом углу иконы поверх стекла, как бы из ниоткуда возникает тяжелая капля «Мира» янтарного цвета. Она появляется в районе клейма, изображающего Николая Угодника, святого, считавшегося при жизни царя его небесным покровителем. При этом воздух вокруг наполняется благоуханием. Уникальные кадры, запечатлевшие факт мироточения. Ставшие свидетелями чуда, спешат исполнить тропарь царю-мученику. Икона была перенесена в наш храм в праздник торжества православия. Из-за поздней божественной литургии было мироточение и очень сильное благоухание, которое заполняло весь храм. Потом в течение двух недель с разной интенсивностью все это повторялось. Мироточение в день торжества православия, 28 февраля, было зафиксировано любительской камерой. Оно повторилось 15 марта. В этот день Николай II отрекся от престола. В этот же день от труп террористов погиб его дед, император Александр II. Смысл особенный, конечно, в этом мироточении. Свидетельство, несомненно, первое, что нужно говорить и подчеркивать, что это чудо прославления царя, которое сам Господь являет всему народу. Первообраз, с которого сделана эта копия, был написан в Америке иконописцем Павлом Тихомировым. Внизу находим надпись «К прославлению царя в России». Сейчас трудно сказать, кто и когда привез первую копию в страну, но вот уже несколько лет литографии распространяются среди верующих, почитающих царя как святого мученика. Эта копия, оформленная под стекло и в рамку киота, принадлежит московскому врачу-хирургу Олегу Ивановичу Бельченко. Она была подарена ему священником в Свято-Никольской обители города Рязани. В Москву была привезена 15 марта, в тот самый день отречения государя. Никто не думал тогда, что простая литография станет новым чудотворным образом православной России. Когда заблагоухала икона, во мне все вообще перевернулось. Она изменила, она утвердила меня в вере. И не только в вере в духовной части, но и в вере в другом. Это мне вера в том, что Россия возродится. Это было 6 сентября, когда я принес икону в храм, в Сретенский монастырь. И в Сретенском монастыре, в Завадосвятном молебном, пропели «Тропарь царю-мученику». У меня был насморк, я не ощущал этого благоухания, но это благоухание услышали те, кто стояли рядом со мной. Потом я обращался к батюшкам, в том числе к старцу Рафаилу, иеросхимонаху Сваалама. И вот он сказал мне, что это возможно, что это не просто благоухание, а благоухание связано с микромироточением, когда еще микрокапли не могут организовываться еще в такую большую каплю, которую мы видели. 7 ноября, в день Октябрьского переворота, икона впервые замироточила. Все произошло в квартире Аллы Васильевны Дьяковой, знакомой семьи Бельченко, где по ее просьбе образ хранился некоторое время. По обеим сторонам рамки истекала мира. По этой стороне иконы истекала такими зигзагообразными линиями, три линии, а четвертая шла прямо вниз. По этой стороне в две струи шло. Оно, знаете, шло очень быстро, так интенсивно. Мы, конечно, с Олегом Ивановичем, это было потрясение увидеть. Это что есть горний мир, он рядом с нами, это то, чему, в общем-то, веришь, но не доверяешь. Понять трудно это наше состояние, передать его тоже очень трудно. Но когда немножко улеглось это все, я позвонила на Соловецкое подборье, я романаху Лонгину, насильник Соловецкого монастыря, который проходит послушание в Москве на Соловецком подборье, и он приехал зафиксировать это событие. Вот, он зафиксировал это событие, очень присматривал икону, он рассматривал, что называется, скрупулезное. Вот, и он зафиксировал факт мира точения, он приехал не один, с Иродьяконом Януарием. Вот, и собрал, взял разрешение, спросил, и собрал это мира на вату. Вата много, мира много, вот, то есть текло настолько, что под эту сторону мы с Олегом Ивановичем блюдце подставляли. Вот, и он сказал, что, говорит, я этим миром буду пока помазать прихожан. При переносе из квартиры в храм икона так истекла мира, что пропитала благоуханным маслом рушники, в которые была завернута. Почитатели царя-мученика собирают множество свидетельств о чудотворениях, происходящих от образа. После молитвы пред ним всегда следует помощь в самых тяжелых и непредвиденных ситуациях. Я была в воскресный день в храме святителя Николая в Пыжах и была свидетельницей, как злая сила выходила из женщины. Уже даже вдалеке от иконы ее начало корчить, и она стала издавать страшные звуки, как будто лошадь в узде. Но она заставлялась с большим трудом, видно было, она заставляла себе подойти к иконе, и с большим трудом она приложилась к ней. Во время часов, примерно без пятнадцати и десять, возле иконы что-то такое начало твориться. Люди к этой иконе стали подходить, говорили о том, что началось мироточение, появилось духовенство, духовенство к иконам приложилось, и кто-то из священников сказал о том, ну вот, пожалуйста, тот, кто не верует, подходите, смотрите, убеждайтесь, и не будьте неверующими, но будьте верующими. Вот я несколько позднее подошел к иконик, и впечатление такое, что среди стекла, над орнаментом, как на воде ключ бьет, бывает бугорок водяной, стоял бугорок цвета янтарного, и из этого бугорка вниз стекли две струи, которые, опустившись до рамки киота, туда застекло стекали. Я курил тридцать лет, начал еще на Северном флоте, с трубки, крепкий сигарет, и бросить никак не мог. И вот, как давний почитатель царя-мученика, я пришел в этот храм где-то перед Рождеством, и читал Акафис, царю-мученика, перед его святой мироточащей иконой. И вдруг я услышал внутренний голос повелительный, иди, выброси пачку, что я и сделал. И после этого я удивлялся просто, как я мог вообще эту гадость брать в рот, то есть не было никаких последствий, ни вот этих, ни этой тяги, ни ломки, как говорят, ничего. И как я слыхал, такое чудо случилось не только со мной, но и с несколькими еще прихожанами. Церковь не создает новых святых. Святые – это те, кто помазаны самим Господом в его царстве. Единственное, что может сделать церковь, это засвидетельствовать, что есть такие праведники Божии, которые получили благодать от Господа. И церковь, вводимая Духом Святым, может этих праведников увидеть и призвать всех верных обращаться к ним. Покажите, пожалуйста. Вот лентарные. За историю православия в России оставлено множество свидетельств о мироточении икон, что несет людям это явление, с которым многие из нас столкнулись впервые. Мироточение икон, с одной стороны, означает милость и благодать Божию, неспосылаемую людям. С другой, является предзнаменованием тревожных событий в будущем. Через три дня после съемок мироточения иконы царя-мученика Николая II начнется война в Сербии. Бомбардировки НАТО разрушат православную страну, ни для кого не представляющую угрозы. Будут гибнуть и страдать тысячи невинных людей. Спустя несколько месяцев косовские албанцы войдут в край и надругаются над православными святынями. Начнется массовый исход сербов из Косова. Их надежда на помощь России не оправдается. В этой ситуации сербам останется уповать только на помощь Всевышнего. И он не посрамит их веры. На монастырь Савы-Сербского упадут четыре натовские бомбы и не взорвутся. В эти дни невольно возникнет параллель с 1914 годом. Австро-Венгрия напала на Сербию и Россия вступила в войну, чтобы защитить слабого. Император Николай II войны не желал, но принял вызов. Не сделать этого значит потерять престиж у России в мире. На это он не имел права. Встать на защиту славян его монарши долг и святая обязанность. Именно поэтому в Сербии до сих пор так велика любовь к русскому царю. Именно в Сербии возникнут первые иконы царя-мученика, а простые верующие начнут почитать его как святого. Хотя трагедия происходит за сотни верст от границ России, для многих очевидно, Сербия лишь первый натиск на православие и славянский мир. Но нет пока в России правителя, способного правильно оценить смысл происходящего. По пророчествам благодатных стартов начала века от России отступятся все. И политики, и финансисты, и экономисты. И вот оставшись одна, как сирота, она кузрит своего отца. И государя, Через эту икону Бог являет заступника нашей России. Конец 20 века. Рубеж тысячелетий. Фигура последнего императора России вновь оказывается в центре внимания. Что знает обычный человек современный о последнем русском царе? Это вот тех набор, набор клишированных определений и событий, которые качуют из учебника в учебник. Ходынка, кровавое воскресенье, Распутин, Первая мировая война, отречение. Вот, собственно говоря, все. Слабый, рефлексирующий, недалекий человек. Это общепринятная точка зрения. Хотя ведь многие из этих фактов, когда ты начинаешь разбираться непосредственно в этом материале, ты понимаешь, что все было часто не так. И часто совсем не так. Чем принято было думать. Я сам для себя открывал эти вещи в свое время, когда я принимал на веру многие утверждения и тезисы. Потом, когда я шел к самому материалу, то картина перед моими глазами разворачивалась совершенно иная. Люди, которые знали государя, такие были. Это был узкий круг, ближний круг. Они практически воспоминаний не оставили никаких. Их всего несколько. Их очень небольшое количество. Писали о государе люди, которые в лучшем случае увидели на параде или на аудиенции, где-то на официальной церкви, прием какой-то. Вот, как правило, такие люди писали. А они воспринимали всю коллизию через разговоры, которые велись в определенных кругах. Это приобретало характер общеизвестных истин. Ну, кто же об этом не знает? Все же об этом говорят. Все же об этом говорят. У меня даже воспоминания, как там одна баронесса Бутберг, ну, не та вот, которая была подруга, там, Толстого, этого самого Горького, а другая. Она приезжает к одной даме и говорит, мы сегодня целый день ездили и распространялись сплетни о царице. Говорят, ты что, сам паразит, что все верят. Очень мало документов, раскрывающих духовное облако государя. Как человек глубоко верующий, он боли своего сердца и все свои, как бы, страдания и переживания, он Господу молитв открывал. Земным, как бы своим, так сказать, вот, современникам, он мало, что о себе рассказывает. Важный момент, что, как правило, биографию, это Николай Второго, писали люди, судили о нем люди вне церкви, причем не просто атеисты, а люди активно непринимающие, православные миры, ощущающие, непонимающие, непринимающие, отвергающие. И для них Бог, это было, так сказать, икона, это как предмет эстетического любования, икона, крест, храм. Ну, вот у меня верное чувство возникло, что Николай Второго может понять только православный человек, все действия, поступки. Да, или во всяком случае человек, который отдает должное этим ценностям, который понимает, что люди, они ведь, в чем сложность, вы знаете, вот по сравнению с современными людьми, очень трудно это объяснить, они были другие, по сравнению с нами, скажем, теми, кто вот живет сейчас в массе своей, кто воспитан в такой атеистической системе координат, они ни лучше, ни хуже, они просто другие. Пророчество русского святого Серафима Саровского «Будет некогда царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси, много крови потечет за то, что восстанут против этого царя и самодержавия, но Бог царя возвеличит». 1903 год. Торжества в Сарове. Прославление Серафима Саровского. Царь на своих плечах переносит раку с мощами святого. Он пожертвовал средства на серебряную гробницу, а царица своими руками сшила для нее покров. Еще в Санкт-Петербурге, ознакомившись с материалами к прославлению старца, царь дерзновенно начертал «немедленно прославить». В день торжеств царю передают письмо Серафима Саровского, оставленное для него святым после смерти. В нем пророчества, из которых царь узнает о страшном будущем России и о своем тоже. Но только время открывает буквальный смысл пророчеств. Именно сейчас, спустя 80 лет после расстрела царской семьи в доме Ипатьевых, становится понятно, что означали слова Саровского старца. «Но Бог царя возвеличит». Царь могучий, царь державный, обожаемый отец, в честь и милости и правды и вещавый образец. Мы от предков вместе жизнью восприяли нашу кровь, Богу, крону и отчизне незаветную любовь. Царь могучий, царь державный, обожаемый отец. Долгие годы жизни славной да пошел в тебе Творец. Ура! 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 Торжественная церемония венчания на царство в Успенском соборе Кремля. Совершается таинство мира помазания. Во время него государь получает великий дар, печать Духа Святого, становится живой иконой Царя Небесного, помазанником Божиим. Русский монах облекается властью, нравственно ответственной пред Богом. Древняя заповедь гласит не прикасайся к помазанным моим. Нарушить ее величайший грех, который ложится тяжкой ношей на весь народ. После выстрелов в Ипатевском доме в царя стреляли со спортивным азартом. Это погребальный звон вот по России. Это конец России. Это конец той самой России, которая складывалась на протяжении тысячелетия. Это был последний такой аккорд. Вот это очень хорошо почувствовал Патриарх Тихон. Вот эта проповедь в Успенском соборе Кремля как раз очень хорошо сказал о том, что страшный злодеянник, то есть значение которого в общем-то, так сказать, мы как бы сейчас даже еще до конца не определим. Действительно, причем убивали-то ведь царя. Убивали царя, вот это, так сказать, что было, ну, потому что там убили, других убивали, тоже расхожая точка зрения о том, что, ну, сколько же он там погибл, да? Подумаешь, ну, еще одну семью убили. И нечего как бы об этом стенать. Ничего подобного, убивали царя, потому что, ну, во-первых, как помазанничество остается, оно никуда не девается, уже независимо от того, что человек подписал. Во-вторых, убили царицу, которая не отрекалась ни с какой стороны, она же все равно царицей осталась. Убили царских детей, которые сами промыслом, как говорят, были призваны в этом качестве. И, конечно, убивали царя. Почему они боялись, так сказать, его, не его самого, он не представил никакого. Идея. Понимаете, вот эти большевики были очень умные люди. Были циничные, так сказать, какие угодно. Но они были очень умные люди. Вот такая, знаете, дьявольская сила. Тогда, летом 18-го года, убийство царя прошло как бы незамеченным в обществе. Не было ни демонстраций, ни публичного осуждения или порицания. Молчание в ответ на убийство царя и его семьи стало как бы кульминацией того предательства, которое свершалось годами. Лишь единицы осознали духовный смысл катастрофы. Тайны беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Слова апостола Павла. Удерживающий, который отнят, убит. Неужели им оказался тот, кого называли слабым и недальновидным человеком? Какими были жизнь и личные качества последнего русского царя? Хотя сказано и написано о нем немало, тем не менее, очень многое мы узнаем только сейчас. Дело в том, что царь Николай II до сих пор не стал самостоятельной, полноправной личностью русской истории. Мы как бы не даем ему права голоса. Именно поэтому как личность, как человек, как государственный деятель, он до сих пор для многих остается тайной и загадкой. Я несу страшную ответственность перед Богом и готов дать отчет ему ежеминутно. Но пока я жив, я буду поступать убежденно, как велит мне моя совесть. Я не говорю, что я прав, ибо всякий человек ошибается, но мой разум говорит мне, что я должен так вести дела. Я чувствую, что эти строки не принесут тебе успокоения. Я писал их, думая горячо любимым папа. Пожалуйста, не сердись на меня, милая и дорогая мама. Только пожалей и предоставь невидимой руке Господа определять мой тяжелый земной удел. По свидетельству современников он был образованнейшим человеком времени, владел несколькими иностранными языками, изучил естественные науки, экономику, юриспруденцию, военные дисциплины в объеме курса генерального штаба, прошел подготовку к гвардейских войскам. По традиции русских царей он был военным, отличался силой, здоровьем, был спортсменом, наездником, купался в ледяной воде, почти никогда не болел. Хозяин земли российской напишет он в графе род занятий во время первой в России переписи населения. Государь-император Николай II глубоко верил в Бога. Сегодня нам трудно в одном лице соединить такие качества, как сила, доблесть и мужество с христианской кротостью, смирением и всепрощением. Именно поэтому царь как личность оставался многими непонятыми. В его жизни по вере видели лицемерие. Покорность ударам судьбы расценивалась как слабо характерность. Когда же он следовал промыслу Божьему, его называли ретроградом. Христианский настрой его души лучше всех отразил портрет, написанный художником Серовым. Потом этот портрет искулит штыками революционная толпа, ворвавшаяся в землю. Эти кадры, как сегодня, сказали бы неофициальные хроники. Разве не открывают они для нас еще одну важную черту государя, его простоту и естественность в общении с людьми? Если бы не повязка на его руке, мы вряд ли смогли бы отличить его от других участников игры. Его семейная жизнь сложилась счастливо. Бог дал преданную супругу и пятерых детей. В семье царили мир и согласие. Им не помешали ни страшная болезнь сына гемофилия, ни тяжелые испытания в год перед расстрелом. Уклад семейной жизни строился на религиозных началах. День начинался с домашней молитвы и заканчивался ею. Глубокая религиозность императрицы Александра Федоровна принималась в свете за надменность и холодность. Как теперь доподлинно установлено, на дела благотворительности государь тратил колоссальные суммы из личных средств. В годы Первой мировой войны все деньги Николая Второго пошли на закупку вооружения, амуниции, медикаментов. После революции его личный счет в одном из английских банков оказался пустым. В те годы государыни с дочерьми обучились на сестер милосердия и работали в госпиталях хирургическими сестрами. Через их руки прошли сотни раненых. Александра Федоровна писала тогда мужу. Я первый раз побрила солдату ногу возле и кругом раны. Я сегодня все время работала одна. Из другого письма. Мне пришлось перевязывать несчастных с ужасными ранами. Они едва останутся мужчинами в будущем. Я все промыла, почистила, помазала и одином, подвязала. Все это вышло вполне удачно. Никогда ни до, ни после этой войны жена правителя не сделала лично так много для простых раненых. Вот что запишет священник после исповеди царских детей в своем дневнике. Дай Бог, чтобы и все дети были нравственно так высоки, как дети бывшего царя. Такое незлобие, смирение, покорность родительской воли, чистота в помышлениях и полное незнание земной грязи. Этот пример благочестивой жизни государя и его семьи не смогли оценить современники, так же, как не смогли оценить искреннее стремление веры и правдой служить Россией. Общество искало другие идеалы, которые приведут к разрушению семьи, государства и церкви. Сейчас стала пробуждена симпатия к персоне царя и действительно возникает новое клише, что царь ты человек был неплохой, а вот правитель никудышний. Так ли это? Лучше всего вообще Черчилль о нем написал, как ни странно. Он как раз писал о том, что находясь на вершине, где напряжение превышает все человеческие возможности, вот он показал себя с достойной стороны. Понимаете, Россия развивалась очень интенсивно, очень динамично. Нас обычно с государем связывают только негатив. Спехи России были потрясающие, как раз в конце 19-го, начале 20-го века. В экономической, социальной, культурной области. Вот это все отодвигается, хотя это неверно, это неисторично, так не бывает. Так не бывает, что плохое на царе, а все хорошее как бы вне. Все в конечном итоге под Скипертом, все под короной было. За 20 лет правления Николая Второго население России увеличилось на 60 миллионов человек. Россия являлась кормилицей Европы. Туда вывозилась половина зерновых произведенных стране, другие сельскохозяйственные продукты. При Николае Втором начальное образование стало бесплатным и обязательным. Плата за высшее была в 50 раз ниже, чем в Англии. При нем было создано трудовое законодательство, признанное совершенным. В то время налоги в России были самыми низкими в мире. По темпам промышленного роста страна опережала все остальные государства. Столыпинская аграрная реформа, которая разворачивалась благодаря государю при его непосредственной поддержке. Хотя везде и очень часто пишут о том, что царь не любил Столыпина, мешал, будучи мелким человеком, царь не терпел крупной личности. Это все, конечно, ерунда, абсолютно. Столыпин, Петр Аркадьевич, пять лет был у руля и осуществлял эту программу только благодаря поддержке одного человека, оператора Николая во вторую. Здесь уже лично антипатия не имеет никакого значения. В Киев прибыли 29-го утром. Все шло так хорошо, так гладко, как первого вечера в театре произошло пакостное покушение на Столыпина. Ольга и Татьяна были со мной тогда, и мы только вышли из лужи во время второго антракта. В это время мы услышали два звука, похожих на стук падающего предмета, и я вбежал в ложу. Несколько дам кричало, и прямо напротив меня в партере стоял Столыпин. Он медленно повернулся лицом ко мне и благословил воздух левой рукой. Тут только я заметил, что он побледнел, и что у него на кителе и на правой руке кровь. А Татьяну это произвело сильное впечатление. Она много плакала, и в обеду череплохо спали. Надо сказать о одной очень важной вещи, которая часто выпадает из поля зрения, когда говорят о личности государя. Он абсолютно спокойно относился к своей жизни, к своей судьбе. Он знал, что Господь все решает. Почему он спокойно воспринимал смерть? Потому что мне вам рассказывают, что для православного христианина, вообще для христианина, смерть не является провалом никуда. христианина, то же самое было и государю. Мы очень часто криминировали, что когда убили Столыпина, он не засвидетельствовал своей страсти. Он поехал в храм и молился на колени. Вот что он сделал. Это был нормальный поступок нормального традиционного христианина. Он должен был собрание собрать, памятный митинг. В 1905 году, когда стоял вопрос о коренном преобразовании, когда его подталкивали со всех сторон к тому, чтобы он дал безбрежные свободы, именно его религиозное мировосприятие и такой традиционный консерватизм православный сдержали вот эти устремления к безмерному и безответственному экспериментаторству. Николай это второй как раз психология русского мужика, а Россия страна мужицкая. 90% крестьянства было. 90% и все эти либеральные ценности, правовое государство, все это было пустым звуком для них. Это имело значение в салонах. Людей, которые ездили в Биорице, Монте-Карло, смотрели, это было 5% населения, остальные это были крестьяне, даже рабочие практически все крестьяне, потому что это первое поколение. А для крестьянской массы традиционной ценности, и вот одна из причин поражения белого дела, стояла в том, что ведь они не выделили лозунг восстановления монархии. За царя, за родину, за веру умирали, а за учредительное собрание, как писал Семен Франк, за учредительное собрание не умирают. Понимаете? И вот он-то как раз понимал народную психологию, и в пятом году он понимал. Все кричали, что надо вызвать, дать конституцию, прямо говорил, но мужик не поймет конституцию, он поймет, что царю связали руки, и тогда я вас поздравляю, господа. И он был ведь прав абсолютно. Это поразительное совершенно его предчувствие, его знание как бы социальной действительности, которое открывалось ему только потому, что он был действительно традиционный, без лукавства верующий человек. И вот они соединялись, вот та самая формула самодержавия и православия и народность, ведь как это, никто не объяснил, а это очень просто, понять, как бы, верующему человеку, когда государь в единении с своим подданным сливается у алтаря едином порыве в обращении к Господу, вот она, эта формула раскрывалась, и вот там-то у алтаря как раз его душа-то и просветлялась на предмет, так сказать, народной психологии. Храм Вознесения на Гороховом поле в Москве. Здесь хранился список с Федоровской иконы Божьей Матери. В 1613 году наши предки поклялись пред ней за сохранность династии Романовых. Только после этого сын монахини Марфы из Ипатьевского монастыря в Костроме Михаил Романов согласился занять царский трон. С тех пор Федоровская икона стала считаться покровительницей царского дома. Убийство царской семьи запятнало Россию двойным грехом, считает настоятель храма отец Василий. Мы подняли руку на помазы Ника Божия и мы нарушили клятву наших предков, данную за себя и за нас в смутное время 17 века. Нам нужно извлечь урок каяться и личностно, и каяться действительно всем и вся в своих личных грехах и грехах своих предков. Бывая в Москве, царь любил приезжать в этот храм молиться предобразом Федоровской. Он помнил о клятве своих подданных 1613 года и относился к ней серьезно. Промыслительно, что именно этот храм станет первым, который примет чудотворный образ Николая II под церковный свод. Страшно было и радостно, страшно из-за того, что я в своей жизни не испытывал такого состояния. Я не был светил мироточения и тем более благоухания, но что сильнее, чем от святых мощей, которым мне приходилось прикладываться к святым угодникам Божьим в своей жизни. Это такой был неземной аромат. И страх, конечно, некий в том, что до сего времени царь и мученик не прослан русской просланной церковью, а только частично в отдельных епархиях и канонические я не имею права, в общем-то, совершать молебные пения, а только панихиды. Но тем не менее вы решились. Решился. Решился. Приходящим людям я выносил этот образ с тем, чтобы они прикладывались, потому что народ тянулся со всей матушки России. И вот за это время это можно определенно сказать, что каждый третий день мироточил. И однажды мироточение проявилось в форме креста на рушнике. Правильной формы четверто-конечный крест. Отец Василий свидетельствует. Одновременно в храме замироточил и другой образ Божьей Матери Державной. Его история тесно связана с днем отречения Государя от престола. 15 марта 1917 года в храме Вознесения села Коломенского была обнаружена необычная икона. Сама Царица Небесная восседала на царском троне со скипетром и державой. Случайность? Совпадение? Верующие люди оценили это как знак того, что сама Божья Матерь приняла регалии власти у последнего русского царя. Начинался его путь на Голгофу. Отречение это тот поступок, в котором его обвиняют до сих пор. Так все-таки кто кого предал тогда царь России или Россия царя? Он отрекся только тогда, когда все окружавшие его, весь генералитет сказали отреки своими Россия и государь. Кто присылал письма и телеграммы о том, что на коленях со слезами умоляю государь отрекись во имя России. Два дня ему говорили государь во имя России, во имя России. И вот во имя России он и отрекся. Причем что это ему стоило мы этого никогда не узнаем. Во всяком случае потом на исповеди он плакал. Это я знаю достоверность документов. Он исповедовался когда духовнику весной уже под арестом рассказал всю эту историю и он плакал. И батюш который его исповедовал рыдал сам в голос. Для него это была страшная конечно трагедия. И он не отрекся во имя семьи он отрекся во имя России. Чтобы не началась брат убийства на война. Чтобы не провел русская кровь. Чтобы если надо для победы над Германией то он должен принести эту жертву. Он как бы изменил клятвы. Вот что ему часто инкриминируют. Он не имел права. Да он не права. Но существует обстоятельства которые как бы превышают все писанные нормы и традиции. А кто имел право из тех которые требовали от него отречения чтобы он отрекся. Почему те которые взывали к совести к его долгу в этот момент не вспоминали о праве. Что действительно в законе в традиции не было права на отречение. И о личной присяге. И о личной присяге. Да. Они же ему присягали все. члены пираторской фамилии имели особую форму присяги. Члены фамилии отреклись. Кругом изменой трусости и обман когда он написал после отречения. Это действительно так и было. Измена трусости и обман. Люди не выполняли свой долг. Задержали документы не выполняли приказы. И так далее. Там была очень драматическая коллизия. Она оказалась в поезде в Пскове оторванная от всего и всех. И потом когда говорят что побежал к семье неправда. После отречения поехал в Ставку. Он не поехал к Жене с детьми. Он поехал в Ставку попрощаться с армией. И там провел. Причем когда он отрекался он не выдвигал никаких условий относительно будущего себя и своей семьи. Как можно говорить о том что он личный интерес ставил на первый план когда он об этих вещах даже не думал. Надеюсь на лучшее будущее. Бог не оставляет тех кто его любит и верит в его безграничное милосердие. И когда мы меньше всего ожидаем он нам поможет и спасет эту несчастную страну. Терпение вера и правда. Кажется иногда дальше нет сил даже даже не знаешь на что надеяться чего желать и все-таки никто как Бог да будет воля твоя святая. Современный учебник «История история средней школы» издания 94-го года. Его автор Долуцкий когда речь заходит о последнем русском царе и членах династии перестает стесняться выражениях. Посмотрите на портреты художника Серова предлагается ученикам. Вот великий князь Павел Александрович рядом лошадь два породистых холеных животных и не сразу ответишь кто из них умнее. Это о великом князе который приходится Николаю второму дяде. О последнем царе дана подборка самых оскорбительных отзывов и характеристик. С фотографии на нас смотрит человек с бесцветными глазами хотя некоторые полагали что у него скорее взгляд газели. В учебнике можно прочитать и следующее выражение «Никого император не жалел никем не дорожил никого не любил государь-император кроме себя жены и детей». Такому драматическому событию в истории России как расстрел семьи Романовых в учебнике посвящено всего три абзаца. При этом автор предлагает ученикам провести в классе несостоявшийся суд по делу Николая Романова. В чем виноват Николай Романов за что его нужно судить этих вопросов автор предусмотрительно не задает. Министерство образования рекомендует этот учебник для десятого класса средней школы. Ложь, клевета, оскорбления в самых примитивных формах возрождаются вновь, а вместе с ними возрождается и ненависть к исконной России, ее аристократии, былому величию и самобытности. Однако славу царя скрыть уже невозможно. Весть о мироточивой иконе облетает не только Москву, к ней едут из других городов России. Образ начинает свой путь по московским храмам. Его передают из прихода в приход под пение всем народом «Боже, царя храни». «Боже, царя» храни, ПЕСНЯ На праздник Троицы, во время Всенощной, иконы мира точат в церкви трех святителей в Хитровском переулке. Вы видите, как длинная струя масла янтарного цвета выступила на рамке киота. Одновременно с ней появилась капля в левом углу иконы. Трудно передать чувства, которые испытываешь при этом, и внутренняя радость, и великий страх, и трепет от встречи с небесным. Так о чем же взывает царь-мучник к потомкам тех, кто отказался от царя и трона? Для подавляющего большинства наших православных людей нет никакого сомнения. Не просто в том, что царь святой, и святой все же не только по смерти, по мученической смерти, как многие утверждают, и с этим почти все и согласны. Но святой и по жизни. Скажу вам сейчас очень крамольную вещь, которую не любят люди, как в церкви слышать от меня, как я несколько раз говорил. Я вообще думаю, что мы же знаем, что старое славяно-фильское представление, и вообще русское религиозное представление о том, что Россия и русские выполняют некую миссию. Вот народ богоносец, народ несущий заветы. И вот я думаю, что революция была апостола как испытание. Господь ведь испытывает, и народ наш не выдержал. Это не любит такие вещи слышать. Ну вот я могу вот так вот... Ну что ж, немощный. Своим. Ну, значит, крепости не было. Понимаете? Значит, вот червоточина в душе была. Вот государь-то выдержал. Он до конца остался. Вот это вот действительно поразительно. Я говорю, если ничего не знать про Николая Второго, ну ничего не читать, и просто вот как бы ознакомить с документами последних 14 месяцев его земной жизни. И просто это потрясает. На краю могилы, такое самообладание, такое величие духа, такая мощь какая-то, понимаете? При этом говорят, что он слабый, что он там такой, да ничего подобного. Это невероятная сила человека. Он, она и дети, вся семья. Они просто удивительные были. Они были, вы знаете, как выточены из какого-то особого материала. 12 марта 1901 года. Государь и государь не уезжают в Гатчину в приподнятом настроении. Здесь хранился конверт с надписью императора Павла Первого. «Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины». Возвращаются в гнетущем молчании. Конверт хранил страшные пророчества монаха Авеля о судьбе династии и России. «Будет иметь Николай II разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную», – вещал преподобный. «Предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. На венок терновый сменит он венок царский. Искупителем будет, искупит народ свой». Через два месяца императору исполнится 33 года. Сокровенное число. «Я уверен, что предопределен ужасным испытанием и не получу награды здесь, на земле», – скажет он чуть позже. Его предчувствия подтвердят блаженная Паша Саровская, духовник семьи Иоанн Кронштадтский, стержавший в конце жизни дар пророчества. 1903 год. При выстреле из орудия картечь ударяет рядом с государем, чуть не убив его. Мускул не дрогнул на его лице. «До 18-го года я ничего не боюсь», – успокаивает он. 1906 год. Кульминация восстания в Кронштадте. Все поражены его спокойствием. Он отвечает. «Если вы видите меня столь спокойным, то это потому, что я имею непоколебимую веру в то, что судьба России, моя собственная судьба и судьба моей семьи в руках Господа. Что бы ни случилось, я склоняюсь пред его волей». Еще позже он произносит. «Если нужна для России жертва, то я готов стать этой жертвой». Царь знал о тех пророчествах, которые предвещали ему конец мученика. Скажите, могли они как-то повлиять вообще на всю его жизнь, на его действия, поступки, на, может быть, даже управление государством? Вообще, мог ли он сознательно готовиться к этому мученическому концу? Нет. Никаких свидетельств, как бы, ни прямых, ни косвенных, которые как бы подтверждали вот это все ожидание. Это самое пророчество, что-то оно так как исполнится. Нет. Он к этому всегда очень трепетно относился. Но это как бы внутри оставалось. Вообще, как бы, не искал вот каких-то, знаете, вот таких щелочков потаенной двери. У него были вот молодости, увлечения, такие, знаете, чистосветские, как бы, вот, оккультизмом, да, магнетизмом. Ну, были сеансы там несколько. А потом, вот после, я даже точно могу сказать, когда все это кончилось, это было прославление Серафима Саровского, вот с 1903 года все. В этом контексте Распутин ведь явился не так, как вот его обычно подавали. Это была очень сложная коллизия вообще. Распутинская тема, она на 99% пульсифицирована. Вот доктор Боткин замечательно сказал в свое время, это доподлинная фраза, когда, говорит, вот Распутин, там, вот как. Он говорит, да если бы не было его, его бы выдумали. Из меня, говорит, из вырубок, из какого-то другого. Его бы выдумали. Потому что настроение умов было таково, что царская власть воспринималась скептически, критически, иронически. Исследователь Олег Платонов считает, что начало фальсификации было положено на Всемирной ассамблее масонских организаций в Брюсселе. Именно там для дискредитации царской власти избирается близкий к семье человек Григорий Распутин. После чего против него и начинается кампания в российской печати, организованная, как сейчас известно, масонами Гучковым и Львовым. За семь лет до революции фабрикуются несколько слухов о Распутине. В обществе вдруг начинают говорить, что Распутин принадлежит к секте хвостов, что он пьяница и развратник, что его влияние на царя огромно. После февральской революции расследование специальной комиссии Временного правительства официально признает, все слухи и газетные сообщения о Распутине далеки от истины. Я в своей книжке привожу пример, ну, самый характерный. Когда встал вопрос о том, что война, вот надо было... У Распутина был единственный сын, две дочери. И он единственное, что пишет, чтобы не призывали его сына в армию. Он своего сына от армии не мог избавить. Можете представить, в нашей ситуации, какой там Распутин, на уровне вообще главы администрации... То есть он пошел в армию? Вот там-то и дело. Пошел на войну. И Александр Федорович при всей симпатии говорит, ну, я ответил Григорьевич, что это невозможно, что мальчик должен быть призван. Несколько месяцев шла борьба, и он не спас сына от призыва. В 15-м году все писали, что Распутин сменяет, назначает, вообще курс политики определяет и так далее. Ерунда все это, понимаете? Влиял ли Распутин конкретно на государя, на его решение? Нет. Нет, нет, не влиял. Это я могу совершенно определенно сказать. Не влиял. Не определял ни направления наступления, ни, так сказать, принятия решения. Нет, не влиял. Мало того, даже есть два письма, значит, государя супруги, где он прям пишет. Дорогая, прошу не вмешивать в себя Григория. Его суждения о людях бывают весьма странные. Ответственность принесу я, и я должен это решать. Ну, а, собственно говоря, что нам даст поднимание фигуры Николая II? Почему-то так нам сейчас стало необходимым. Достоинство нам даст. Достоинство. Понимаете, мы единственный народ, во всяком случае, один из немногих, который, вот, как бы, совершает такие исторические вот харакири. Василий Васильевич Розанов хорошо это написал, диагноз поставил, говорит, мы самоубиваемся. Мы вот оплебывая, как бы, себя, вот, та ситуация произошла от чего? От того, что вот наш ум, как бы, отвергает настоящее и прошлое. Вот все куда-то туда, вот там будет хорошо. И поэтому вот мы гибнем от этого. В происшедшее у храма Николы в Берсеньевке верит далеко не каждый. Это событие можно отнести не иначе, как к области мистического и потаенного. 80 лет со дней гибели царственных мучеников. После крестного хода, организованного в память трагедии, в момент, когда во дворе служится молебен, многие наблюдают следующее видение над основным куполом храма Христа Спасителя. Он находится напротив, на другом берегу Москвы реки. Одна раба Божия, Лариса, подходит и говорит, батюшка, глянь, говорит, над куполом. Я глянул над куполом, над куполом, и там царь-мученик, царь-мученик. Ну, все посмотрели, батюшка, царь, царь, о, царь. Ну что, прямо на воздухе? Прямо, чуть-чуть правее, ну сколько метров там, чуть правее вот купола. Вот купол Христа Спасителя, чуть правее. И самое интересное, почему я его видел, он с благословенной рукой именно, как будто вот рука стоит и благословляет всех. Царь во всем белом. Вот смотрю, белое что-то на фоне таком, голубом, голубом. Свидетельство отца Анатолия подтвердила учительница любовь Алексеевна Юдичева. Появляется лик. Я говорю, царь, батюшка, я говорю, царь Николай II появляется. Вот такой опушенный в головном уборе и вот с крестом. Вот этот лик, я крупная, вот прям буквально во весь диск солнца этот лик увидела. Они говорят, ой, смотрите, смотрите, мы тут все пропадали на колени, когда вот этот лик появился, когда солнышко играло, это одно. А потом, когда лик появился, слава тебе, Господи, что показал нам всем. В это время в Санкт-Петербурге торжественно хранили Екатеринбургские останки. Церемония проходила без участия патриарха Московского Евсея Руси Алексея II. Русская православная церковь с большой осторожностью отнеслась к результатам научной экспертизы, проведенной над останками накануне. И, по сути дела, своей позиции поставила вопрос, а царские ли останки будут почивать в Петропавловском соборе. Быть может, сам царь-мученик ответил на него, явившись в этот день за сотни верст от пышной погребальной церемонии. Это видение, по-моему, конечно, неразумение или разумение, не знаю. Ну, Господь показывает очень много. Прежде всего, надо сделать одно единственное. Ходя быть счастью людей, покаяться. Только покаяние, только покаяние, только молитва. Молитва. И еще я верю, прежде всего, прежде всего, крестные ходы. Крестные ходы. Как бы плохо не было, в другой раз русский народ поднимает икону Владимирской Божьей Матери и вперед, вперед молится, плачет, все. И Матерь Божия спасает Россию. Как только прославит царственных мучеников, царя Николая, я уверен, и Россия будет расцветать. Здравствуйте, великий Бог, мечатый царь Николая, Сынок, ради мученических и цен на небесе. Мечатый цариц, и мечатый, и судик на имя Христос. Сегодня Россия вновь перед выбором. Мы снова ищем. Мы не хотим возврата коммунистов. Мы разочаровались в ценностях западной демократии. Мы не верим в власти, в которой меняются лица. Нам противна ига золотого тельца. Наше обращение к царю – есть первый шаг к попытке осознать себя. Нам как бы отшибли память, внушая, что ничего не было и не было царя. Царь был, и теперь он есть в образе святого, заступника небесного. То, что открылась правда, хороший знак для России. Не всем нравится возвращение к царю. Одни продолжают на него клевету. Другие готовы использовать прославление в политических целях. Третьи спешат захоронить екатеринбургские останки, чтобы тему закрыть навсегда. Но слава последнего царя уже живет независимо от обстоятельств и человеческих действий. О том свидетельствует каждая новая капля благоуханного мира на чудотворном образе царя-мученика Николая II. Вместе с этим чудом происходит другое, не меньшее – собирание верных людей вокруг небесного лика государя. День рождения последнего русского царя. На Славянской площади проходит молебен в честь этой даты. Образ Николая II собирает вокруг себя уже около тысячи верующих. Среди них не видно ни архиереев Русской Православной Церкви, ни политических лидеров, как правило, не упускающих возможность использовать любое собрание в своих интересах. Этот порыв идет из народа. После пения Акафиста и гимна «Боже царя храни» по иконе бежит струя мира, и все присутствующие чувствуют сильное благоухание. Замироточивым образом выстраивается крестный ход. Его, а также хоругви и другие иконы с изображением императора торжественно проносят по центру столицы, возле стен Кремля, до храма Христа Спасителя. «Святой мученик и страстотерпец царю Николая, моли Бога о нас!» звучит над Москвой. А главное событие, конечно, «Собирание вокруг этой иконы душ человеческих, малых детей, школьников, пожилых пенсионеров, многие из которых, как кажется, не только ничего не должны были слышать у государя, но слышат лишь плохое и дурное со школьной скамьи. И мы, священники, наблюдали это удивительное возрождение в сердцах людей верноподданнических чувств, которые говорили не о каком-то оголтелом монархизме, а о чувстве святой исторической России, представителем которой являлся и является государь как глава нашей духовной национальной политической жизни». В июне 1999 года икона царя-мученика облетела границы России. Этот крестный ход вокруг страны, первый в истории, благословил патриарх московский Сея Руси Алексей II. На борту самолета иконы Серафима Саровского, Божьей Матери Державная, «Крест из Оптиной пустыни», в котором мощи русских и афонских святых. Все шесть суток предсвятынями шла непрестанная молитва священников и мирян. Этот крестный ход охранительный. Ожидание тревожных для России событий нарастает. Вспоминаются облеты вокруг Москвы и Ленинграда в самые страшные дни Великой Отечественной войны с иконой Казанской Божьей Матери, после чего враг стал стремительно откатываться назад. А накануне полета служится молебен в Москве, в церкви Божьей Матери Державная. По храму разносится чудное благоухание. По киоту иконы Государя стекает струйка миры. Позади Белоруссия, Украина, Крым, Чечня. Самолет пролетает над землей Сибири. Далее берет курс на север. Короткая остановка в Петропавловске-Камчатском. В летающую часовню приходят люди. Иерей Петр Влащенко выносит икону царя-мученика и рассказывает о ее истории. Ведь мы сейчас мучимся, мы не живем. Это мучение у нас лежит. За наши грехи, за наши грехи наших предков. За то, что попустили убийство царя, за то, что не заступились, за то, что клятвы проступили. А клятвое преступление карается от трех до четырех поколений. Поколение 25 лет. И вот сейчас четвертое поколение как бы уже завершается. И замироточила икона. Значит, русский народ имеет великую надежду быть прощенным. В Хаттенге, на берегу одноименной реки, крест. Он был воздвигнут несколько лет назад во исполнение идеи государя Николая II оградить империю такими знаками, воздвигнутыми на ее крайних рубежах. Когда самолет пролетает над Соловками, Валаамом, икона царя являет еще одно знамение – ледяную корону в замерзшем иллюминаторе. Боголюбский монастырь во Владимирской области. Здесь монахами монастыря был составлен акафист царю-мучнику. В этой молитве, воспевающей его подвиг, Николая II сравнивают с Андреем Боголюбским. Мученическая смерть государя очень схожа с концом русского князя. Андрей Боголюбский был убит в XII веке заговорщиками, среди которых важную роль играли два облагодетельствованных им жидовина – ключник Аньбал и Ефрем Мойзич. Царскую семью расстреляют в тот же день, когда церковь чествует память этого святого. Святой Андрей Боголюбский осветил своей кровью будущее единодержавие Руси. Его смерть вызвала глубокое покаянное чувство у жителей Владимира. Кровь царственных мучеников искупила грех вероотступничества, совершенный русским народом в XX веке. Проснется ли в нас покаяние, засодеянное нашими предками? К печали некоторой приходится сказать, это то, что теперь уже почти очевидно, что если в какое-то обозримое время пройдет, произойдет некая волна народного покаяния, она, конечно, не затронет народ в целом. Это почти наверняка. Или должны быть какие-то для этого совершенно чрезвычайные события. Скорее всего, некоторый слой. Но правда слой, тот самый слой, который Евангелие называет закваской. Тот самый слой, который, собственно, и делает общественную жизнь значимой. Тот самый слой, которым делается история. Которым промысл делает историю. Связано ли будущее России с этим чувством покаяния? Ну вот это уж просто, можно сказать, совершенно несомненно. Потому не с чувством, правда, покаяния, а с реальным актом покаяния, который сопровождает чувство покаяния. Потому что почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что если этот покаянный акт, хотя бы поначалу, повторяю, серьезного слоя русского общества не совершится, пожалуй, история довольно быстро покатится, как уже и сейчас. И показывают события к своему вероятному финалу. Остановить это неизбежное скатывание к финалу, все-таки, по-видимому, может только Россия, но Россия иная. Россия действительно покаявшаяся. Россия верующая не просто во Христа, а Россия верующая в возможность служить всему миру орудием восстания от неизбежной гибели. Вся Россия пала, Субтитры создавал DimaTorzok Встану на колени ночью у Киота, Осознав, что души отдали за Русь. Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна, Анастасия, Господу подобны мы своей любовью, Потому не рвется золотая нить. Все грехи России, смывши царской кровью, Не перестаете, Господа, молить. Наперед все знали, прозорливо видели, Да простит мне Боже неумелый стих. Всей Руси обители, ангелы, хранители, Ближе многих близких и родней родных. Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна, Анастасия. Проплывают в небе в царском оперении Средь несметных черных и галдящих стай И благословляя русское спасенье Всех крылами крестит православный царь. Положили жизни для России новой, Страшно распрощавшись с жизнью во Христе Екатеринбургской, Русскою Голговой Семеро вас было на одном кресте. Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна, Анастасия. Смотрим и не видим, Слушая и не слышим, Иссякает время на земных часах. Все мы прославляя имена тех пишем На сердцах крещённых, а Бог на небесах. И если архиерей, разузнав подробно, Не поверят снова вашим чудесам. По обетованию старец преподобный Серафим Саровский вас прославит сам. Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна, Анастасия. Коль за эту песню враг меня замучит, Чтобы неповадно русским было впредь, Каждый православный имена заучит, Будет им молиться и со мною петь. Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна, Анастасия. 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 Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна. Николай Александра, Алексей Мария, Николай Александра, Алексей Мария, Продолжение следует...